Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что делать, если после установки игры или программы при запуске у вас появляется вот такая ошибка файла. api.mswin.crt.nvronment.l1.1.0.dll Этот файл является компонентом библиотеки Microsoft Visual C++ 2015. Есть два пути для решения этой проблемы. Первый — это скачать и зарегистрировать этот файл отдельно. Этот вариант больше подходит, когда файл каким-то образом поврежден, заменен или удален с компьютера. Второй вариант решения, и более предпочтительный и правильный — это установить полностью библиотеку Microsoft Visual C++ 2015. Мы разберем оба способа. Для того, чтобы скачать и зарегистрировать файл DLL, перейдем на сайт dlltop.ru. Ссылка будет в описании. Здесь находятся официальные и актуальные ссылки, взятые с сайта Microsoft. Переходим на страницу, листаем вниз и скачиваем подходящий вам файл, в зависимости от разрядности вашей операционной системы. Разрядность системы определить очень легко. Для этого открываем свойства компьютера и вот здесь будет указана 32-х либо 64-х разрядная система Windows. Если у вас 32-х битная система, вы скачиваете этот файл. Если же 64-х битная, то вы должны скачать оба файла. Причина в том, что 32-х битные игры и программы также запускаются на 64-х битных системах. Скачиваем архивы с файлами и распаковываем их в корневую папку, которая находится на диске C в папке Windows. Файл для 32-х разрядной системы отправляем в папку System32, а для 64-х разрядной системы это будет папка CISWOV64. Иногда достаточно поместить скачанный файл в корень с игрой или программой, которая не запускается. Теперь файл нужно зарегистрировать в системе. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Win плюс R, либо просто находим приложение «Выполнить». В появившемся окне нужно ввести следующее – regsvr32.exe, это команда регистрации, пробел и имя вставляемого компонента, то есть api.mswin.crt.nv.ronment.l1.10.dll. Зарегистрировать файл также можно с помощью командной строки, которую нужно запустить от имени администратора. Пишем команду regsvr32.exe, пробел и путь к файлу, то есть диск C, папка Windows, папка System32 или CISWOV64, файл api.mswin.crt.nv.ronment.l1.10.dll. Нажимаем Enter, видим, что все прошло удачно и перезагружаем компьютер. Это первый способ решения нашей проблемы. Хочу отметить, что во время регистрации файлов могут появляться ошибки, связаны они, как правило, со следующими причинами. Не все файлы DLL предназначены для того, чтобы их регистрировать. Все будет работать и так, без регистрации. Вторая – файл был зарегистрирован ранее. В этом случае вам нужно сразу запускать игру или программу, которая выдавала ошибку. Поэтому второй способ с полной установкой библиотек более предпочтителен. Сейчас к нему и перейдем. Для этого переходим на страницу с Microsoft Visual C++. Ссылка на эту страницу тоже будет в описании. Все ссылки на Microsoft Visual C++ взяты с официального источника и являются актуальными и безопасными. Нам нужно установить версию именно 2015. Не забывайте, что если у вас 64-битная система, вам необходимо устанавливать две версии обновления для 32-бит и для 64-бит. Так как 32-битные программы и игры работают и на 64-битных системах. Если у вас 32-битная система, скачивайте только одну. Установка много времени не займет, только так вы загрузите все библиотеки DLL и после этого все должно заработать и ошибка исчезнет. Всем спасибо за внимание, пока!